Россия серебряного века — это страна абсолютно сексуальной свободы какой-то. Есть такое дело или нет? Эксперименты и свободная любовь, и все что угодно. Бросьбенные союзы. Все что угодно. Разного рода... Теория стакана воды. Теория стакана воды. Александр Калантай. А что за теория стакана воды? Это что такое? Что, собственно говоря, вступить в половую связь должно быть так же просто, как выпить стакан воды. Давайте нальем. Для начала. Вам. Спасибо. Все. Поехали. А насколько была распространена в этой среде увлечение наркотиками, например? Ой. С лицом вдохновенным, тоном одержимого и пророка он принялся рассказывать о том, как его посещает единорог, давнишний его друг. БН неоднократно подчеркнул — настоящий единорог. Вы знаете ли? Вот выглядеть, о чем я беспокоюсь, просто как какая-то серия сплетен, кто с кем спал, условно говоря. И это... Самое классное. Нет, потому что... Потому что это дурной вкус. Так, давайте нальем. Для начала. Спасибо. Лёва, а можете подать мне этот волшебный напиток? Жарю. Давайте, значит, для зрителей просто объясним, значит, что происходит. Мы сегодня здесь находимся в редакции главного литературного проекта страны, который называется «Полка», поклонниками которого мы все являемся, я так точно, уверен, что и те, кто нас смотрят. Мы собрались здесь для того, чтобы, во-первых, выпить, вот, познакомиться и поговорить о серебряном веке. Метафизика и сплетни. Перемыть косточки всем главным героям ушедшей эпохи, которая нас никак не покинет до конца. Так, представлю всех. За столом сегодня Лев Аборин, Юрий Сапрыкин, Варвара Бабицкая, Полина Рыжова и новый участник проекта «Полка» Елизавета Подползова. И капитан команды. Покорный слуга Николай Солодников. Коллеги, со встречей, давайте. Все, поехали. Крутите волчок. Опа! Вполне конкретный вопрос к каждому из вас. Вот у вас будет, может быть, 30 секунд, чтобы об этом подумать, а может, вы об этом уже подумали. Супер Блиц. Супер Блиц. Три. Началась. Я ждал. Мы все ждали. Я ждал цифру три. Три человека, которые являются для вас олицетворением, в полном смысле этого слова, серебряного века. Блок Мандельштамм Хлебников. Так, спасибо, Лев. Я в сумму его. Напротив твоей фамилии, между прочим. Мандельштамм Хлебников. Юрий Сапрыкин. Блок Розанов и Вячеслав Иванов. Не как поэт, не как мыслитель, а как персонаж. Как все. Вячеслав Иванов. Так, Варя, пожалуйста. Хорошо. Ходосевич, Мандельштамм, Осип и Ахматова. Есть. Есть. Так, Полина. Я вот вынуждена повториться Розанов, потому что я тоже не представляю себе эту эпоху без этой фамилии. Цветаева. Есть. И Бенедикт Лифшев, потому что я не так давно дочитала его мемуары об этой эпохе. Вот эта, как она? Полудина. 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 Так, Елизавета, пожалуйста. Мне кажется, я тоже повторюсь. Блок. Мандельштамм. И Ходосевич. Но это только если мы берем Петербург. Ходосевич от Москвы. Ну, туда-сюда, но я бы сказала преимущество. Значит, мы берем. Хорошо. Все. Взяли. Итак, коллеги, давайте тогда по порядку. Начнем с Блока. Итак, так как он и лидер. Лидер нашего рейтинга. Да, в желтой маке. Давайте, во-первых, за Блока. Давайте. Александр Александрович? Он. Александр Александрович. Да. Лев, давайте с вас начнем. А почему вы его первым назвали? Почему вы считаете, что он, так сказать, олицетворяет собой Серебряный век? Во многих отношениях центральная фигура. Да, не только в смысле текстов, которые произвели самое глубокое впечатление на людей. Так как только появляется Блок, как только появляется, например, стихия о прекрасной даме, становится ясно, что пришел совершенно другой воздух в поэзии. Другой даже по сравнению, так скажем, с Анинским, который в это же время существует. А можно я про Блока скажу? Давай. У меня тоже на первом месте. Вот ты сказал, кто может быть олицетворением. Вот в Блоке действительно все сошлось. И вечная женственность Владимира Соловьева, вот это как бы захватившая всех философская, даже не теория, а какая-то мечта о каком-то божественном замысле, воплощенном в некой метафизической женской сущности. София, она же и Россия. Да, и Божия, и Россия, и незнакомка она же, и вот все они, это какой-то божественный свет или божественная мысль о мире. И вот это его внимание к музыке, ну вот в нитшанском понимании, как к самому чистому из искусств, как к воплощению какой-то всемирной воли, и эту музыку нужно слушать, и нужно как-то без посредствующих звеньев переводить ее в стих. Конечно, ну как бы Блок как поэт, но о чем мы говорим? Это действительно самые музыкальные стихи, так что ты уже можешь и не понимать смысл, но ты чувствуешь, как это звучит. И вот это внимание к каким-то вихрям, стихиям, дионисийским каким-то кружением, то, что не довело его до добра. И ощущение, что старая культура и старая интеллигенция рушатся, и умирают, и уничтожаются, и сейчас на этом месте придет что-то новое. В общем-то так им и надо, как в какой-то момент думает Блок, да, за революцию статья. Да, он написал, слушайте музыку революции, он написал поэму «12», которую ему не простили многие его ближайшие коллеги и друзья. А кто не простил? Например, Гиппиус вспоминает, как она встречала всех его блоков в трамвае и сказала, я вам как человеку... Общественно я вам руки не подам, лично да, а общественно нет. Она подала ему руку, он ее поцеловал, но это было не общественное рукопожатие, а личное в память о старой любви и дружбе. А Гумилев как отреагировал? О, Гумилев говорил, что он вторично распял Христа этой поэмой, да? Вторично распял Христа? Да, буквально так. Гумилев был монархист, по крайней мере, декларативный. И еще раз расстрелял Николая II, что был анахронизмом, потому что Николая расстреляли после написания «12», да, Гумилев здесь ошибся. Да, но ведь в каком-то смысле потом была пушкинская речь, в которой многие Блок упросили «12» и считали, что это в принципе... Ну, даже Гиппиус... Пушкин вкоре еще где читал? Ну, это же не так прямолинейно устроено, конечно, его проснул. В общем, в обществе это было по поводу каких-то пушкинских тренажеров в 21 мая. Ну, представьте себе, вот сегодня подписывает какой-нибудь интеллигент письмо против Крыма, в этот момент Гиппиус, очевидно, не подает уроки в трамвай, хотя, возможно, подает лично, но не общественно. За Крым вы имеете в виду? Да. Ну, да. За Крым. Симон слепаков. Но спустя 10 лет... Ну, какой Крым? За то, чтобы расстрелять Навального? Пример, да. Нет, это немножко сложнее. Нет, я оперирую реальными примерами, но через 10 лет, в общем, люди как-то по-человечески прощают часто друг друга в этой ситуации. А вы простили Блоку 12? Ну, я не успел на него обидеться. Да, я тоже. Кстати, понимаешь, для меня 12 это как, ну, не знаю, что, это какая-то... Это феноменальная поэма. Лиза или... То есть, эта поэма сама выбирает, кому нравится, а кому нет. То есть, она настолько неоспоримо есть, что странно предъявляясь... Просто потому что это филологический, а не политический контекст восприятия. Вот интересно, как политический контекст, то есть, все портит. Как писала Наталья Горбаневская, все равно потом нипочем не вспомнит, был и Данте, Гвельф или Гебелин. Да, для нас остается, в конце концов, для нас остается, да, текст, а не контекст в каком-то смысле. Но про 12 есть интересная теория. Я вот слушал разговор с Диной Магомедовой, самой великой исследовательницей Блока, которая довольно убедительно доказывает, что 12 построены на том же ритме и на том же метре, что и пушкинское стихотворение «Мчатся тучи, вьются тучи, невидимка и луна». Они с этого начинаются. И таким образом, это сознательно или бессознательно стихотворение про бесовскую стихию. Стихотворение называется «Бесы». Да-да-да, да-да-да. Вот, закладывал это Блок или так оно написалось, это мы не знаем. Есть дневниковые запись, где Блок слышит, как за стеной кто-то дипломирует, и на следующие дни буквально он начинает писать. Да-да, точно. Идут без имени святого все двенадцать вдаль. Ко всему готовы, ничего не жаль. Их винтовочки стальные на незримого врага. В переулочки глухие, где одна пылит пурга. Да в сугробы пуховые не утянешь сапога. В очи бьется красный флаг, раздается мерный шаг. Вот проснется лютый враг, и в юга пылит им в очи, дни и ночи напролет. Вперед, вперед, рабочий народ. Я хотел, знаете, по поводу чего спросить? Вот мы сейчас, находясь все-таки в самой, видимо, целомудренной стране мира, ну, судя по тому, как это самое, по крайней мере, это звучит из официальных источников, все-таки самая целомудренная, то вообще Россия Серебряного века – это страна абсолютно сексуальной свободы какой-то. Есть такое дело или нет? До известной степени, конечно, да. Да? Ну, это, ты представляешь себе, какой это срез страны. Ну, Москва и Петербург. Пять процентов. Пять промилле, да. Десять, одна десятая процента Москвы и Петербурга. Это все-таки богема-богема. Для этого надо, конечно, изучать специальные источники, вот только что вышедшая эта книжка «Сметая запреты» про историю сексуальности или книжка, там, «Кона» про историю сексуальной культуры, но, разумеется, да, эксперименты и свободная любовь, и все, что угодно, да, в этой истории. Тройственные союзы. Все, что угодно, разумеется. Гомосексуальные союзы в том числе. Конечно. Никем не преследовалось? Нет. Были проблемы с разводами и новыми браками из-за строгого законодательства, но как-то это все постепенно преодолевалось. Словно говоря, богохульство преследовалось гораздо сильнее. То, что там творится за закрытыми дверями, в общем, никого не должно волновать. В этом смысле, конечно, удивительный мы путь проделали, так сказать, за эти сто лет. Нет, но гораздо больше именно гласная свобода началась в 20-е годы, да, в первые советские годы. То есть все еще было? Конечно, вот эта сексуальная революция 1920-х, когда были и знаменитые, анекдотические, конечно, до 12 половых заповедей пролетариата, общество вдалой стыд, разного рода теория стакана воды, Александр Калантай, что, собственно говоря, вступить в половую связь должно быть так же просто, как выпить стакан воды. Для прогрессивного... И относиться к этому следует именно так же. Хотя там при этом был, разумеется, упор на мужчин. Мужчина обязан, может попросить у женщины удовлетворить его потребности, а женщина, как верный товарищ, не имеет права отказать. Ногами это мещанство, поскольку человек должен заниматься делом революции, работой своей, поэтому он должен и относиться к этому так. Поел, удовлетворил свои половые потребности и пошел работать дальше. Ханжество, советское ханжество начинается вот в 30-е уже. В 60-х годах прошлого века власти Франции пошли на эксперимент. Они по всей стране построили огромные многоэтажные районы для среднего класса. Сейчас бы такие назвали «человейниками». Но недостатки городской формы, неразвитая инфраструктура привели к тому, что эти районы заселили не самые благополучные слои населения. И со временем все эти районы превратились в преступные гетто. К 94-му году их все снесли. Эксперимент не удался. Но времена меняются. Урбанисты и архитекторы сделали выводы из неудачных экспериментов. И теперь в мире, и что особенно приятно в России, появляются новые интересные проекты. Рекомендую присмотреться к Доброграду. Это новый город во Владимирской области, в котором строятся частные инвестиции предпринимателя, основателя «Оскона Лайф Групп» Владимира Седова. Доброград буквально олицетворяет образ жизни современного человека. И этот образ жизни может быть очень разным. Выбирайте сами – квартира, таунхаус или дом с участком. И что еще важно, Доброград вошел в список мест с льготными условиями по ипотеке. Это значит, что вы можете взять недвижимость в кредит с заниженной процентной ставкой от 2,7% годовых. Архитектура Доброграда гармонично вписана в природное окружение. Проектирование города осуществляется с учетом того, как в нем будут жить будущие поколения через 20 и 30 лет. Этажность домов в Доброграде не превышает комфортные пять этажей. Поэтому пространство не перегружено. А еще мне нравится, что нигде нет заборов, только открытая и безбарьерная среда. Здорово! Город еще строится, но здесь уже есть современные парки и детские площадки, кафе и рестораны. Развивается особая экономическая зона. Жители Доброграда обслуживаются в современном медицинском центре. А в школе «Мир» ваши дети смогут получить качественное образование. Доброград ждет вас. Приезжайте. Ну или прилетайте. Здесь есть свой аэропорт. А по промокоду «Еще не поздно» вы сможете получить скидку в 50 тысяч рублей на приобретение недвижимости. Ну или бронируйте проживание в парк-отеле Доброград с 15-процентной скидкой. Прежде чем мы перейдем к Мандельштаму, которого вы вторым назвали, мы так по списочку пойдем. Почему никто из вас не назвал Гумилева? Ответьте-ка. Это баг, а не фича. Потому что вы попросили три, а не пять. Да, потому что вы попросили три, а не пять. Ты объяснила свой выбор, потому что как раз читала мемуары, да, «Веча», но, кстати говоря, в этих мемуарах упоминается очень милая сцена про Гумилева. Хлебников вместе с Лившицем пытались пригласить дам на ужин в бродячую собаку, но не было денег. И они все думали, где бы их взять, и Хлебников в итоге предложил, говорит, «Слушай, а давай у Гумилева попросим». Он такой, ну почему, он же наш идейный брак, и мы не видим его стихи, и он об этом знает, он не подает нам руки. Он такой, ну, типа, как раз это должно сработать, потому что я все скажу ему, что я думаю про его стихи, он не даст мне денег. И он, в общем, естественно, дал ему денег, и ребята прекрасно поужинали. Правда, все равно с дамами не срослось, но в этот момент ты понимаешь, насколько широкой души был человек. Гумилевы-ненавистники собрались. Так, хорошо, Осип Мандельштам, второй человек, которого вы назвали, почему он для вас является? Это величайший русский поэт, в принципе, а что еще тут можно говорить? Добавить больше нечего. А почему именно, ну, хорошо, опять же, вот выбирая среди всех, именно как олицетворение Серебряного века, почему именно его выделяете? Он же и после 21-го года писал. Да нет, мне это как раз кажется, что, конечно, важнейшее сделано Мандельштам, сделано после 21-го года, да, но при этом он фигурирует во множестве воспоминаний, да, именно как такой светлый дух, с которым люди сталкиваются. Будь то написавший о нем, судя по всему, сугубо неправду редактор Аполлона Маковский, да, который там рассказывает буквально, как мамаша привела ему за руку в редакцию якобы, да, и спросила, талантлив ее сын или нет, будет ли он кожей торговать, или он лучше будет у вас стихи печатать. Да, это, судя по всему. Родители, наверное, чудесные. Но у Мандельштама множество современников делало такую комическую фигуру. Да, естественно, как Иванов, который рассказывает, как он там спорил на извозчике в мороз, и буквально замерзал во время спора, и в ответ остановились все тише и отрывести. У Иванова еще есть чудесный эпизод, когда он выходит из поезда. А Иванов, говорите про книжку «Петербургские зимы». Это как раз «Китайские тени», вот этот эпизод. А вот «Петербургские зимы» он описывает, как Мандельштам выходит из поезда с недожеванным бутербродом. Да, все из него делали какого-то, значит, дурачка, как будто. Человека такого инфантильного, который и очень великого лакомка, у которой, значит, особенно в голодные времена, постоянно прибегает к кому-нибудь в гости с таким детским эгоизмом, сжирает все, что видят, и уходит. Вольно им было видеть в нем какого-то инфантильного юношу нелепого, при том, что, конечно, оборотной стороной этого инфантилизма было вот какое-то его мальчишеское бесстрашие, тоже многократно зафиксированное, вот такой рыцарь с картонным мечом, который бросается на дракона, на злодеев, не думая о последствиях. Вот история в ресторане. В известной истории, как он у Блюнкина, у чекиста Блюнкина, вырывает пачкордеров на арест, на расстрел. А это в чьих мемуарах? И разрывает их на части. Даже Андрюштамм, собственно говоря, описывает эту историю. И потом он вынужден скрываться, уехать куда-то. Нет, ну надо сказать, что при этом тот же Иванов говорит, как он страшно боялся, например, советской милиции. То есть это разные вещи. Кроме того, он собирался стреляться с Хлебниковым за антисемитское стихотворение. Как русские, как евреи. Вы оскорбили меня, я сказал, Андрюштамму. Антисемитское стихотворение? Антисемитское стихотворение? Это Хлебниково? Да. А что за стихотворение? Оно не сохранилось. «В «Бродячие собаки»» он прочел. 13-й год, по-моему. Да-да-да, он прочел. На волне дела Бейдиса. Да, именно, да. Мне кажется, называется «33». Я помню название, я помню упоминание в литературе о том, что текст не сохранился, но Мандельштамм был оскорблен, сказал, что он вызывает Хлебникова на дуэль. И кто-то присутствующий при них? Шкловский. Шкловский, да, сказал, что он не допустит... Так получилось, что они вдвоем обратились к Шкловскому как секунданта, он сказал, что нам нужно два секунданта. На этот момент он пошел к Павлу Филонову, художнику, и Филонов сказал, я побью вас, если вы не помиритесь. И, в общем, после этого они помирились. Потому что я не допущу, чтобы снова... Да, чтобы снова... Чтобы снова стрелили Пушкина, он сказал, я не допущу. Да, я буду вас убить обоих, пока вы не помиритесь. А Пушкин, типа, подразумевается любой из них, да? Ну да. Блин, так. Хорошо, нет, давайте я еще забыл спросить. Мандельштама, да, при этом история... Конечно, вот, как писал Тарковский, говорили, что в обличии у поэта что-то птичье египетское есть. Да, вот этот его комичный облик запомнился многим. Я однажды разговаривал с Евгением Борисовичем Пастернаком, сыном Бориса Леонидовича. Он умер, да, к несчастью, уже несколько лет тому назад. И я спросил его, видел ли он Мандельштама. И он сказал, что мальчиком, да, видел, он пришел в огромной шубе с запрокинутой головой, как его все описывали. Каюсь, я кидался в него снежками. Сама по себе коллизия, что сын Пастернака кидается в Мандельштама с снежками, конечно, занятная, но это, в общем, какая характерная история. Я, знаете, что хочу зафиксировать, чтобы люди, на самом деле, те, которые смотрят, и те, кто не читали, знали, что почитать. Вот мы уже поговорили про Блока. Давайте мы назовем главные мемуары, в принципе, на ваш взгляд, вкус и так далее. Александр Блоков в воспоминаниях современников. Есть такая книжка? Да, прекрасная книжка. Да. Есть воспоминания и Бекетова, его тетки. Но это, в большей степени, семейные. Есть вот это, собственно, откуда мы говорили о воспоминании Гиппиус под названием «Мой лунный друг обо всей дружбе». Есть, конечно, трилогия Андрея Белого. Трилогия Андрея Белого, мемуарная. «Начало века», «На рубеже веков». Да, вот все эти книги, они там очень много. Я как раз призвала бы всех, кто только приступает к этому континенту, материку прямо мемуаров, всегда критически относиться к тому. Но помню, что эти люди дружили, враждовали, соперничали в разных смыслах. И поэтому... А есть одни такие мемуары, например, образцово-показательные? Ну, для меня это не Кропль Хатасевича. Но вот меня сегодня Лёва, кажется, поймал на каком? На том, что он там тоже что-то пробрался. Нет, тот же Иванов, который, как мы знаем, уже много набрал, обменял его в гранд-сайоркской позе. И тоже такой тем, что он себя изображает таким моральным авторитетом без страха и упрёка. Ну, он и был. Есть прекрасный мой любимый эпизод про Блока у Иванова, который он, скорее всего, выдумал. Но вот это так красиво. Про то, как Блок писал стихи, как он запирался в своей комнате. Значит, все домашние ходили на цыпочках, отключали дверной звонок. Вот он сидел с бутылкой вина, смотрел долго на петербургские крыши, пока перед его глазами не начинал сгущаться жёлтый туман. И из этого тумана выходила цапля и диктовала ему стихи. Да. Андрей Белый также рассказывал... Цапля, 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 естественно. Страница, да, отвечает Кря. Да. Андрей Белый, собственно, рассказал, могу просто процитировать историю, которую освоячница Брюсова, младшая сестра его жены, рассказывала про Белого. Значит, она рассказала, «В ту первую встречу Андрей Белый поразил меня темой своего разговора. С лицом вдохновенным, тоном одержимого и пророка, он принялся рассказать о том, как его посещает единорог, давнишний его друг». И это отнюдь не было символическим наименованием какого-то человеческого существа. Нет. Б.Н., да, Б.Н. Николаевич, настоящий его, да, неоднократно подчеркивал, настоящий единорог. Вот возвращается он, по его словам, к себе в комнату, и в сумерках на фоне окна он ясно примечает, единорог уже тут и дружески кивает своим длинным единым рогом. Начинается интересная беседа. Дальше, собственно говоря, своячница Брюсова подходит к Брюсову с вопросом, «Как вы думаете, Андрей Белый нормальный человек?» О, да, несомненно. А единорог? Валерий Яковлевич подумал и сказал, «Борис Николаевич так привык говорить обо всем». Он сам почти верит, ему так удобнее. А вы? Мне тоже так удобнее. Единорог выбалывает многое такое, о чем Борис Николаевич никогда не решился поговорить. Я думал, просто в тумане было не разглядеть. Выходило нечто, а клюв это или рок? Простите меня, пожалуйста. Да. Недавно один мой хороший знакомый открыл новое заведение. Предложил спор. Был, приходи, я тебя бесплатно накормлю великолепным ужином, хорошее вино, но ты один час около ресторана в ростовом костюме креветки будешь зазывать покупателей. Я долго думал. В общем, я туда сегодня еду. Но ужинать буду все-таки за деньги. Посмотрю в Двагис, как туда добраться. Двагис помогает людям ориентироваться в городе. Выбирать и находить нужные места, товары, услуги, экономить время, деньги, усилия. Ну а бизнесу Двагис помогает быть ближе к своим клиентам. Компания может добавить в справочник режим работы, контакты, соцсети, загрузить фотографии, указать адрес и нужный вход. А еще рассказать про товары и услуги с ценами на них. И это бесплатно. Чтобы обойти конкурентов, можно подключить рекламные опции, дабы выделиться на их фоне и стать заметнее для потенциальных клиентов. Геореклама Двагис – это ваши баннеры, ролики, объявления в смартфоне клиента. Подключить рекламу, на удивление просто, никаких сложных настроек не потребуется. Аудитория, ключевые слова, статистика – все уже готово. Персональный менеджер всегда на связи с вами. Он поможет настроить и запустить рекламные кампании. В личном кабинете вы сможете смотреть за тем, как работает ваша рекламная кампания. Следите за тем, как часто вам звонят, читают отзывы и строят маршрут до вашей кампании. Больше 5 миллионов людей ежедневно используют Двагис для поиска товаров и услуг. Реклама в справочнике, на картах, в навигаторе поможет вашему бизнесу стать заметнее. Размещайте рекламу там, где она работает. Переходите по ссылке в описании и узнайте больше о возможностях Двагис для бизнеса. А насколько была распространена в этой среде, вообще распространено увлечение наркотиками, например? Морфий был и Брюсов. Мы знаем, если верить Ходосевичу, то Нина Петровская, в несчастье причиненному ей Брюсову, обратившись к Морфию, впоследствии сделала морфинистом самого Брюсова, самому неосознанно ему отомстив. Это единственное, честно говоря, открытое упоминание о наркотиках, которые я... Тот же Добролюбов, например, курил гашиш, а потом бросил, как он рассказал, Александр Добролюбов. То есть вот среди самых крупных фигур, условно говоря, тот же Блок, Гумилёв, Хлебников, Мандештабов... Я думаю, что они все знали, что это такое. Они с этим не связывались. Нет, они, конечно, и пробовали. Можно ли выделить каких-нибудь трезвенников в этом сообществе, людей, которые, например, принципиально позиционировали себя, как сегодня там ЗОЖ-активисты, условно говоря, вредного не едим, не пьем, не курим. Нет, по-моему, это была несуществовавшая тогда тема. Нет, почему было вегетарианство по-толстому, которое довольно серьезное... Положим, но о каком ограничении в пище, соображении здоровья мы можем говорить в годы Гражданской войны, вы себе представляете? Ну, речь идет, скорее, про 10-е, да, где-то, собственно, еще... А мы старт, кстати говоря, Серебряного века, с какого года? Вот примерно начало 1890. 1890, я бы сказала, да. Да, до войны еще время есть. Тогда положим, да, но нет, это было как-то не... По-моему, их максимальное приближение к спорту было... были танцы поиседора Дунканова. А Гумилев был в прекрасной физической форме? Нет, они, многие из них были, но это просто не было темой для разговора и размышлений, как мне кажется. Коллеги, давайте мы по поводу Мандельштама назовем нашим зрителям те книжки, которые вы в первую очередь... те мемуары, которые нужно читать, если ты хочешь что-то интересное про этого человека узнать. Что у вас? Мандельштама, как мы понимаем, есть первый главный свидетель для начала, вдова его... Надежда Яковлевна и ее воспоминания. Да, о которых сразу же нужно сказать, боясь показать зануды, потому что я говорю это про многих мемуаристов. Надежда Яковлевна была в своих мемуарах невероятно тенденциозна, в смысле, что она очень очернила там многих людей, практически всех, кроме Мандельштама, кто там появляется на этих страницах, и немножечко, может быть, Ахмату щадила. По своим причинам. Надежда Яковлевна и ее мемуары — это один из главных и непрекращающихся скандалов вообще в литературе ведения. До сих пор. До сих пор, да. Они вызывают яростные споры каждый раз, как всплывают на поверхность. Особенно вторая книга уже... Да, особенно вторая книга, но дело в том, что у нее, собственно, то, что называется «Воспоминания», это действительно варнейшая и прекрасная книжка о Мандельштаме как таковом. Есть вторая книга, которая в большей мере скандалезна. И есть дополняющие мемуары, которые можно прочитать, чтобы просто сверить часы немножко, грубо говоря, и не принимать за абсолютно чистую монету все, что утверждает Надежда Яковлевна, отдавая должное при этом ее таланту. Ну давайте проголосуем. Одну книгу выберем про Мандельштама, которую обязательно нужно прочитать. Нет, если одну, то это она. Надежда Яковлевна. Это воспоминание, если одну, да. А рядом там Эмма Герштейн. Я бы сказал, в первую очередь, Лидия Чуковская. Чуковская, Герштейн, Адоевцева. Ну, она не... Да, цех поэтовского периода, конечно. Там появляется Мандельштам, но Адоевцева была школой, я бы сказал, своего мужа Георгия Иванова. И поэтому там очень обаятельный, насколько я помню, портрет Мандельштама, но тоже абсолютно комический. Не то, чтобы надо ему его воспоминять. У Бербера, кстати, не комический совсем Мандельштам. Вот Бербера в курсе моим, да. Ну давайте по одной книжке будем выделять. То есть, условно говоря, если мы про Блока, значит, рекомендуем всем Александр Блок в воспоминаниях современников, то в Мандельштаме мы выбираем Надежду Яковлевну Мандельштам. Давайте за Мандельштама поднимем. Юра, а у тебя какой любимый стихотворение? Мы недавно вспоминали, надо мной все тихо засмеялись, мне кажется, потому что мне очень нравится камень. Просто ранний Мандельштам, извини, не знаю, что мне не нравится поздний. Но вот там есть какая-то графическая строгость, какой-то минимализм античный, эллинский, но вот такая классическая, аскетичная строгость. И я вспоминал стихотворение «Она бледно-голубой эмали. Какая мыслится в апреле». Вот, давайте назову его. Вот это одна из черт Серебряного века, это обращение к древнегреческой культуре, к античности. Конечно, начиная с Иванова, который просто был классик, знал это все на зубах Вячеслав Иванов. Давайте поговорим о прозаике, не о поэте. Василий Розанов, которого назвал Юрий Геннадьевич Сопрыкин. Юра, почему ты его назвал? Ну, а можно еще? За Розанова сразу. Давайте. Как его? Василий Васильевич? Да. Да. Ну, мне кажется, что это фигура, которая стоит как-то немножко отдельно от Серебряного века. И хотя эпоху невозможно без него представить, это вот как Мандельштам говорил, человек, который в мягкой темноте пытался нащупать стены русской культуры. То есть это человек, который пытался, ну, во-первых, ну, как бы невероятно литературного таланта и плодовитости на грани графомании и невероятной склонности к провокации, парадоксам, додумыванию самых смелых мыслей до конца, крайностям, противоречиям и всему остальному. Это, ну, в общем, такая очень русская действительно вселенная, немножко подпольная и такая по-достоевски подпольная. Серебряный век. Да, да, да. Юр любит все русское. Который, не-не-не-не-не, не вижу в этом проблемы. Юр, давай, за русское. Да. Россия будет свободной. Слава России. Который как-то пытался продумать все до конца. Не в смысле последовательности, а вот я бы сделал акцент на слове «все». Да, вот пройти по всем самым извилистым путям и дойти до самого края. Вот, всех вокруг обижая, оскорбляя, опровергая себя, будучи для всех неудобным, где-то находясь вечно с краю на, ну, каких-то гонимых и непризнанных позициях. В общем. А обижал он всех публично? Да. В текстах? Конечно, конечно. Они все одинаковые. Он был, да, он был, я даже не знаю, с кем-нибудь сейчас сравнить. Ну, такой ближайший аналог из сегодняшнего дня. Ольшанский, конечно. Конечно. Ольшанский – это прямой наследник Розанова. Голковский – прямой наследник Розанова. Да. Голковский? Голковский. А, Голковский – это как мухтомник, честно говоря. Дмитрий Евгеньевич – прямейший наследник Розанова. Собственно, весь бесконечный тупик – это такая медитация о Розанове. А Тинявский – наследник Розанова? Да, конечно, конечно, конечно. То есть это какая-то альтернативная ветка русской литературы? Вот. А про Митю я бы, наверное, сказал, что не в обиду ему быть сказано, что он часто гораздо более догматичен, чем позволял себе Василий Васильевич. Вот у него действительно какие-то вещи, написанные с кровью, которые идут вот по таким самым неудобным и рискованным, и не признавающимся культурой того времени путям. Культура. Вам Полина об этом как раз хорошо рассказывала. Гениальным, а догматизм и интеллектуальные поиски – это вещи плохо сопряжимые. Понятно, что Василий Васильевич как бы себя не поставил в один ряд ни в коем случае ни с Цветаевой, ни с Блоком, ни с Брюсовым, он как-то очень в стороне был от этого всего, но почему-то, вспоминая «Серебряный век», вспоминается о Василии Васильевичу Розову. Это совершенно одинокая фигура, которая ни в какое течение… Ни в каких цехах не состоял, ни в какие башни не посещал. Башни посещал, читал доклады в религиозно-философском обществе, от чего падает христианство. А будучи при этом глубоко православным человеком, ну там, умер в Троице Сергиевом, или похоронен в Троице Сергиевом. Нет, он умер в Сергиевом посаде, собственно говоря. Да. Абсолютно душераздирающие его последние колонки, да, о том, как он просто писал, что, значит, там, два-три яйца, хлеб, молоко могут спасти твоего писателя. Восемнадцатый год, апокалипсис наших дней, да. Он обращается к читателям, просто буквально с просьбой его помощи пищи, да, и там… Кусок хлеба ему принести. Детишкам на молочишко. Это же его реплика, где он по поводу, там, какой-то деньги, да, 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 за статью в журнале, он кому-то отвечал, мне нужно, значит, детишкам на молочишко. Хорошо, а самые, на ваш взгляд, самые яркие эпизоды из жизни Розного, чтобы нашим зрителям немножко рассказать, что вы можете вспомнить? А женитьба на Аполлина Рисуслова и любовницы Достоевского? Ума честная. Все со всеми. При этом, где Розенов, а где Достоевский, да, казалось бы? При этом, ей было за 40, вот, а ему он буквально заканчивал… Он студентом, собственно говоря, занялся. Понятное дело, что эта влюбленность была абсолютно объяснена, как бы, его любовь к Достоевскому, в первую очередь, то есть, он как бы… Но ты их жизнью в этом мерещатся. Варик, спасибо, что замечаешь это, спасибо, иногда сама не замечаешь, но да. Я этих слов не знаю, поэтому никак не реагирую. Да, и, в общем, Суслова его бросила и не давала ему развод в течение очень долгого времени, а как бы мы помним, что в те времена это была реальная проблема, потому что ты не можешь жениться заново, твой брак не незаконен. Вот, и его новая пассия, они с ней прожили очень много лет, но их брак не был оформлен, и он не мог признать ее своей женой, хотя у них было очень много детей. Да, это была счастливая семья, да. Да, 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 но он всегда называл ее «дружок», потому что он как-то вот не мог из-за этого неданного развода признать. Мне кажется, что именно эта какая-то коллизия очень личная сильно повлияла на него, и все его политические, какие-то религиозные искания, общественные, они все так или иначе упирались в эту личную драматическую коллизию. Розанов. Хорошо, давайте так, посоветуем хотя бы, то есть, что главное нужно прочитать из Розанова, чтобы вообще… «Опавшие листья». Да, конечно. «Опавшие листья». Так, а если говорим о мемуарах, где мы о нем можем что-то найти? Он сделал мемуары несколько излишними, потому что… Гений в документации, собственно. Да, это вот автофикшн, да, да, да. Гений самоописания. Собственно, предвосхитил формат социальных сетей, потому что написал буквально каждый день в своих дневниках. Когда я учился, нам рассказывали, что Розанов – это первый русский «ЖЖ», когда еще, собственно, «ЖЖ» был популярен. Нет, говоришь, первый русский «ЖЖ» – это дневник писателя Достоевского, а вот потом уже Розанов, да, собственно, «Уединенные опавшие писем». Там даже есть статусы, понимаете, там, ватер-клозете, например, где написано, да, то есть, где там, на природе, на даче. Угу, идиот, так. Давайте за Розановым, за Василию Васильевича. С удовольствием. Ну, уже мы троих отметили. Варвара, давайте к Вам обратимся. Итак, Вы назвали Мандельштам, о котором мы уже поговорили, но первый стоит Владислав Ходосевич. Объясните. Он действительно важный для меня меморист, потому что он во всех этих эксцессах Серебряного века был единственным человеком, с которым я могла как-то отождествиться, посмотреть его глазами, он давал мне точку опоры. Поэтому, возможно, я действительно, я просто партия Ходосевича, я всегда приму его точку зрения, даже если кто-то справедливо меня поправит. Парк билет на стол. Что и там он… У нас есть целая партия Ходосевича. Да, что он где-то тоже не вполне объективен, но в первую очередь он поэт, он прекрасный поэт, который в этом Серебряном веке стоит совершенно особняком. Он пишет как бы новоархаические стихи, то есть стихи архаические по форме и прямо с такой великолепной наглостью, просто адресующиеся вот Пушкин и Державин. Ходосевич писал книгу о Державине, для него эта линия была важна. И я бы сказала, что очень радостно видеть предложение этой традиции, этой позы в творчестве Гондлевского, потому что Гондлевский тоже через голову всех советских поэтов, современных ему, как бы прямо адресуется к Ходосевичу и через него наследует этой вот линии Пушкин, Державин, Пушкин, Ходосевич. Между Ходосевичем и Гондлевским никого нет. Но в каком смысле? Там много прекрасных авторов. Я имею в виду какую-то очень специальную линию и позу внутри литературы. Вот Ходосевич стоит в Серебряном веке особняком, он не символист, он не акмеист, он не футурист. Вы не можете к нему привесить никакого ярлака, никакой школы. А он тусовался с ним? Считывал ярлык неоклассик, но Ходосевич на голову выше всех, кого к этому ярлаку. Конечно, как бы мы могли сейчас вспомнить из неоклассиков, никого. При этом понятно, что его стихи невероятно новаторские, они декларативно архаичны по форме, и при этом они совершенно новаторские. Он петербуржец. Времени нет, он москвич. Он москвич. Он переезжал туда и сюда, но в споре поэтов у Пяста, в воспоминаниях, которые называют встречи, приводится, в числе прочего, стихотворение прекрасное о том, о споре питерских и московских. У кого круче поэты. Могу его, кстати, я его даже где-то себе... Вот, значит, Питер против Москвы называется, это с Френией Пяста. Коллективная декламация Амибейна. Батл практически. Батл, да, реп-батл. Хор питерских поэтов, в скобках, под водительством Николая Отсупа и Жоржа Иванова. Как мы знаем, Жорж Иванов, Георгий Иванов назывался Жоржем, а их коллективное имя с Георгием Ивановичем было Жоржике. А Отсуп, собственно, тот, кто придумал, видимо, и пустил в оборот выражение «Серебряный век». Кто-кто? Николай Отсуп. Отсуп? В 1933 году. Да, не то, чтобы они ходили все в 2010 году и говорили, что мы сирен. Рассказывали, что в 2013 году это выражение употребляет литературу вет Глеб Марев. Да, Марев поэт. Глеб Марев поэт. Есть Глеб Марев? Да, он был. И он в своем манифесте «Все дурь», таком футуристического толка, говорит, что вот был золотой век, было серебро символистов, а сейчас, значит, «Все дурь». Но именно в применении ко всей эпохе, в 1933 году в журнале «Числа» Отсуп применяет, видимо, впервые «Серебряный век». То есть это из эмиграции уже приходит назад, опять за границу. Лёв, а ты можешь, прежде чем, когда зачитаю эту замечательную ораторию, дать нам справку, кто такие «ничевоки», потому что там это слово часто употребляется. «Ничевоки»? «Ничевоки» — это околофутуристическая группа, которая часто там в Ростове. Вот важно пояснить, да, что это термин. Так вот, «Питер против Москвы» — коллективная декламация. Хор питерских поэтов под водительством Николая Отсупа и Жоржа Иванова. У вас «ничевок» — какой-то рюрик, рок. Для нас «ничевок» — сам, блок. У вас «Мандельштамм» — вечно где-то там. У нас же он весь здесь. Адалис у вас — пас. Павлович у нас — бас. У нас Ольга Форш — морж. У нас «Дережорж» — Жорж. Нормальный бит накладывается. Кстати, да. Ремарка. 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 Ликуют. Ликуют. Им отвечает. Хор москвичей под водительством Маяковского и Майориангофа. Вот кем, я предполагаю, имеется в виду Майориангофа. Бодро. Есенин у нас. Класс. Ваш хилый Кузьмин. Что? Сплин. Для вас и Юркун — гун. Для нас и пельнякс. Клякс. Что весит ваш лунц? Унц. А ваш мандельштамм — грамм. Вам правит оцуб клуб. Панас пестоцуб глуп. Я думаю, что они считали оцуб, потому что в Чукок кляне все время считали оцуб. Правильно, ты прав. Вам правит оцуб клуб. Панас пестоцуб глуп. Пестоцуб, как мы понимаем, это объединение пяста и оцуба. Чуваки, которых всегда все путают. Для вас Нильдихин — член. Панас Нильдихин — тлен. Только он Нильдихин был. Он говорил, что его можно читать Нильдихин. А я думаю, что здесь он Нильдихин, конечно. А, вероятно, здесь он вообще должен быть Нильдихин, но это невозможно ни по каким правилам. Человеческим и божеским. У вас Владислав — граф. Про нас Владислав слишком прав. Как бы Владислав — это Ходосевич, а прав в политическом смысле. Рождественский ваш стаж, а Кусиков наш опаш. Припрыгивают петербуржцы, проваливаются от стыда. По отцу, по пясту, простите, Москва победила. Москва победила. Я вчера смотрел, сколько сейчас стоят книжки Кусикова. Кстати, на Алибе продаются за огромные деньги. Характерно для современного читателя, который, ну, не специалиста, который интересует Серебряным веком, очень многие из этих имен ничего им не скажут. Вообще. Скажут им знаменитой поэтессы Адалина Адалис, которая вспоминает в Святая в своих мемуарах и прочее. Мандельштам, собственно говоря, писал на ее очень сочувственную рецензию. Только что в Водолее вышло переиздание ее работы. Вот, но, конечно же, современный читатель ее не знает. Или там, но Рюрик Ивнева, по крайней мере, знает по имени. Да, мемуарист его в первую очередь знает. Да, Льва Лунца. Выходил том поэзии. Кстати говоря, Ильф в «12 стульях» цитирует Адалис. То есть, там дотуда докатилась. Она была важной фигурой, вообще говоря, в свое время. Но я понимаю, что да, какой-нибудь вот. За Адалис. Давайте. Святое дело. За Адалис. Она подружилась с Волошиным, о чем у нее есть невероятно истошно смешные воспоминания. При том, что Цветаева – это автор, которого мы ценим в целом-то не за чувство юмора. Но это действительно очень смешной комический текст. В частности, он смеет о том, как Волошин, который любил очень взращивать таланты, к числу которых принадлежал, кстати, Черубина де Габриак, помянутая выше. Который он прямо и сделал. И он пытался, кстати говоря, такую же мистификацию произвести с Цветаева. Он говорил ей «В вас сто поэтов». Вы очень разноплановый автор. Поэтому давайте мы придумаем вам несколько сущностей. Допустим, будет поэт Петухов, который будет писать все, что у вас про Москву и про Русь. Это Фернандо Песо в Португалии так и поступило. Да, ваши русские стихи все будут писать Петухов. Это для меня. Да, это для вас, Юра. А вас, говорил Е.Волошина, будут попрекать этим Петуховым. Вам будут говорить, вот что вы пишете в чепуху всякую. Любовь какая-то там, романтика, грезы. А вот посмотрите, молодой автор Петухов. Прекрасная программа. Он, по-моему, тот же с Черубиной, это, собственно, и получилось. Да, Цветаева говорит, я до сих пор жалею, что вот так. Ведь прекрасный был автор Петухов. Это существует поэт Григорий Петухов сейчас. Я знаю, да, поэтому это же Слава КПСС. Гнойный, бутербродский, Соня Вармеладова. Да, это гетеронима рэперов. Окей, самые яркие... Во-первых, где умер Ходосевич? Куда он уехал? Он эмигрировал? В Париже. В Сан-Женео-де-Боа? Он на Парлашест, по-моему. Он помню, где похоронен. А он на Парлашест надо проверить. Он в Париже, да. Если вспоминать какие-то еще самые яркие моменты его жизни, что вы можете сразу? Но, как мы знаем из Ольги Форж похищение поэта одной грузинской княжной. Это что такое? Это его эмиграция, его такая спорадическая эмиграция, как бы непланируемая, считала, что Ходосевич едет лечиться, потому что он хворал там какими-то разными хворами всю жизнь. А Беоверва учится. Но на самом деле они просто уехали и больше не вернулись. Ну, они просто жили в разных странах. Они жили в Берлине, они жили у Горького в Соренто. Но последние годы он в Париже. Как им там жилось-то? Очень весело. В смысле, у Горького? Не, я имею в виду Ходосевича, в принципе, в Париже страшно. Похоронен на кладбище Булон-Бианкур. Вообще, хрен за где? Под Париж. Ну, я так и сказала. Тяжко жилось, об этом лучше всего прочитать книжку Нины Берберовой, курсив мой. Давайте тогда две книжки. Где она очень подробно описывает, собственно, весь иммигрантский перегуб. И у него совершенно страшный и вот великий фрагмент про умирание Ходосевича. Это правда, да. Это просто лед. Ну, это невозможно рассказать, это можно перечитать. Просто это, ну, как бы... Не за бутылкой вина. Очень подробный текст про медленное мучительное умирание любимого человека. Понятно. Хорошо. Итак, давайте тогда две книжки порекомендуем. Значит, Нина Берберова. Курсив мой. Курсив мой. И, собственно говоря, его, собственно, Некрополь. И его Некрополь. Есть. Давайте, несмотря на печальную ноту в финале нашего, так сказать, разговора про Ходосевича, все равно за него выпьем, чокаясь. За Ходосевича. А у вас у всех любимый сборник путем зерна? У меня европейская ночь, конечно. Я очень люблю белые ямы его. Мне кажется, Ходосевич писал все лучше и лучше. Да. Я не могу выбрать сборник, честно говоря. Для меня это как-то общий корпус текстов. Я думаю, что европейская ночь гораздо... Текстов. Ну, да, ну, конечно, да, да, да. Переходим, Полина, к вам. Добрый вечер. Ну, вот за Розанова мы уже с Юрием отстрелялись. Да, уж. Так, в молоко. Так, ну, расскажите, почему все-таки Марина Ивановна в троечку? Конечно, для меня Цветаева немного вылезает за эти рамки, потому что, мне кажется, самые сильные ее произведения были написаны гораздо позже, уже в эмиграции. Но, тем не менее, мне кажется, это, ну, как бы, довольно чистый, уникальный голос. На самом деле, кажется, что он так же отдельно, как Розанов от всей этой истории. Проблема в том, на самом деле, довольно важная, что если бы мы придумывали людей, которые в буквальном смысле относятся именно к Серебряному веку, вот как вы сказали, как их воплощение, то все наши, все, на самом деле, наиболее значительные авторы остались бы за рамками, потому что... Прямо Блок? Нет, и Блок стоял особняком. Не ходил, не тусовался, бронюши на вагу. Мы не назвали Мережковского, например, да, или... Ну, мы назвали Гиппиус, ладно, что... То есть, вот людей, которые составляли баню... Цветаева, конечно, жила своей, как-то, очень отдельной жизнью. Да, она там переписывается с Пастернаком, да, да, но ее творчество ты не можешь переписать никакой школе, никакой тусовке. Понятно, что она вдохновлялась Мережковским, да, она вдохновлялась... Нет, ее знали, безусловно, все, да, она не была... Она не пришла ни откуда. Ну, позволь, я вот, если уж вдохновлялась, я расскажу, вспомню, вернее, историю из ее... Прецветаева Мережковского? Нет, Прецветаева Волошина. Как она маленькая познакомилась с Волошиным, когда он пришел к ней знакомиться, и ее, значит, там, например, фигурировала ее старшая подруга, которая очень это плохо восприняла и говорит, спускайте его с лестницы, стихи вам какие-то пишут. Ваших круг, касания благие, стихи крылатый взмах, качель, знаю я эти руки. Нет, за мной тоже ухаживал один поэт, и его пришлось с лестницы спустить. А Зветаева говорит, ну, я же, он же поэт, мы с ним про литературу говорим, ничего такого, не подумайте, это же Волошин. Нет, ну, надо сказать, что к Волошину действительно не могло быть никакого рода претензий. Именно, именно, он был совершенно... Целомудренный. Про репутацию. История с дуэлью его с Гумилевым за Чарубину де Габриак, когда он именно вступился за честь оскорбленной Елизаветы Дмитриевны. Давайте для зрителей подчеркнем, Чарубина де Габриак, это реально существующая женщина. Да, Елизавета Дмитриевна. Чарубина нет, а поэтесс Елизавета Дмитриева, которая взяла себе эту маску по настоянию... Конечно, была реальным человеком. Волошина, разумеется, существовала. Все, подчеркну. Нет, я хотела просто сказать про влияние, про цветаевское влияние, что там была умирительная история, когда Цветаева услышала, значит, Волошина познакомила ее с помянутой выше поэтессы Адалиной Адалис. И впоследствии Цветаева узнала, что он ее подарил. Он ей сказал, я вас ей подарил. Ну, как бы она... Вы теперь ее такая духовная, что ли, собственность. Это практически не объясняется. Цветаеву подарили. Да-да-да, маленькую начинающую дебютирующую, значит, поэтессу и человека. Это никак практически не объясняется. Это высокие отношения серебряного века. И она, значит, потом Адалис, которая действительно ей очень понравилась, и она, Цветаева, к ней с поэтессом относилась, говорит, и как же так, вот вас Волошин взял и меня вам подарил. Так говорит, Волошин сказал вам, Макс сказал, что он вас мне подарил, это совершенно неправда, он вас мне проиграл. Мы с ним взяли ваш сборник, вечерний альбом. Я сказала Максу, что в нем нет никаких литературных влияний. А Макс сказал, нет, я берусь вам обнаружить влияние. И я сказала, ну давайте пари на месяц. И если за месяц вы не обнаружите у Цветаевой каких-нибудь литературных влияний, то вы проигрываете ее мне. Чтобы она не начала. Ну, она остается как бы моим другом или вашим, и не знаю, как это объяснить. Они все вообще очень любили играть на что-то. Именно. Маяковский играл за право мыть или не мыть бритву, как мы знаем. Это вообще что такое вообще. Волошин месяц ищет влияние, не находит и одолеться. Он пытался жульничать и уверять, что Наполеон – это литературное влияние, потому что ведь он славен своими высказываниями. Солдаты сколько там веков смотрят с этих пирамид? 240 веков смотрят на вас с высоты этих пирамид. Да-да-да, просто по-французски я не помню фразу. А по поводу Маяковского и мыть или не бритвы, это что-то? Маяковский, как известно, был то, что сейчас называется гермофоб. Он боялся заражения, потому что его отец умер, уколовшись булавкой скоросшевать. Маяковский. Маяковский, да. Он поэтому страшно боялся всякого рода заражения, чем-то он там брал дверную ручку через тряпку и так далее. Ну, как сейчас, во времена ковида. Санитаризм. Переводчица Рита Райт к нему приехала в гости, которая переводила его Мистерию Буф и так далее. И они играли наверное в карт, в Маяковский был, конечно, картежник. Да, они, в частности, было проиграно Рите Райт то, что она будет мыть его бритву и помазок. И она очень не хотела этого делать, но потом она отыгралась. Это есть в ее прекрасных воспоминаниях под названием «Только воспоминания». Мистерию Буф переводит и бритву моет та же женщина, что переводит «Над пропастью ворожья». Да, и Ванегута. Хотя казалось бы, да. Это Рита Райт? Да, да, да. Ковалева. Да, да, она самая. Офигеть. Она перевела Мистерию Буф на немецкий для какого-то спектакля перед, собственно, немецкими коммунистическими товарищами. Офигеть. За Марину Ивановну. Да, пожалуйста. А тогда у меня вопрос. Прежде чем мы сейчас... Давайте так, сначала книжку определим. Да, про Цветаева. Что лучше всего? Мемуары. Прежде всего, Марина Цветаева сама написала воспоминания. И они... Что за книжка? Как называется? А у нее серия отдельных произведений. Это не какая-то книжка, но это не мемуары. В частности, но... У нее записные книги еще. Нет, ну смотрите. Книжки, да, проза самой Марины Ивановны. Мемуарная проза, вот смотрите, там ее довольно много. Соответственно, можно это как-то и обозначить. Но это долго. Мемуарная проза, Марина Цветаева. Все согласны? У меня вопрос. Почему никто из вас прозвучала фамилия? Нет, Владимир Маяковский. Ни один человек из вас, пятерых полки, не сказал Маяковский. Это уже следующая эпоха. Это не Петербург. Нет, Маяковский это, конечно, серебряный век, так сказать, плоти от плоти. Вся футуристическая история. Просто они тоже абсолютно противопоставляли себя всей этой компанией, символистам и акнеистам. Конечно, это было новое. Ну, это важно зафиксировать. Но они, безусловно, сосуществовали. И, например, мы все говорим про бродячую собаку, про место, где все дуэли какие-то там заводили и напивались. А на самом деле там в час ночи юный Виктор Шкловский читал лекцию о Хлебникове. Конечно, они все вступали в союз, они все друг друга знали. Основанную на идеях потемни. Изначально группа Гелея. И футуристы в этой писании не походили за этой бродячей собаке просто? Группа Гелея, которая, то, что потом называлось Кубу футуристов, да, они, конечно, противопоставляли себя в манифесте по щечино-общественному вкусу среди тех, кого они предполагают людям, людьми, которых не стоит говорить серьезно, которым нужна только дача на реке. Они называют, например, Михаила Кузьмина и Ивана Бунина. Да, безусловно, также относящихся к нашей эпохе. Кстати, по поводу этого манифеста я как раз читала мемуары Левшица на тему футуристов. Замечательный совершенно. И там он там показывает, как футуристы во главе с Бурляком выстраивали свою репутацию. Это, мне кажется, максимально успешный маркетинговый кейс, как есть. Так что нужно делать? Нужно переперечь у Пикассо картину свежую, перефотографированную. Во-первых, там, опять же, интересно одеваться, да, ты Маяковский, с этими полосатыми кофтами, желтыми кофтами. Которые маму шьет на квартире, это ужасно. Раскрашивать лицами. Раскрашивать лица. Да, нужно писать манифесты и тегать там всех знаменитых людей, чтобы они потом как-то... Смены, Лерченко, черные, белые, да, все это... Пришли в комменты. Да, абсолютно, абсолютно. Не переходя к следующему герою. Главный модник. Главные модники той эпохи. Кто даст? Наверное, у Левшицы как раз было написано, что если бы Маяковский одевался чуть более солиднее, то наверняка уже появились бы специальные бренды и марки одежды. Нет, ну, северянины, конечно, вам покорять. Они как раз конкурировали. Еще были и маженисты, которые не очень отметили в историю литературы. А имаженисты это Есенин? И Маринков Шершеневич. Но Есенин такой условный имаженист. На самом деле, имаженисты это очень, осмелюсь сказать, бедная литературная школа. Не то, чтобы она оставила нам великие стихи. Она стыдна на обломках и всего прочего. Да. Но Есенин просто очень дружил с Маринковом. Они держали лавку, как мы знаем, под окном. И они были известны тем, что они ходили в цилиндрах, в каких-то фраках. И немыслимых. Вот они были Дэнди. В этом смысле, да. А книжку «Циники» Маринкова на высоко ставить? Да, мне очень нравится. Для того, что Маринков, он действительно человек, чьей стихии, мне кажется, не очень большим завоеванием. Но «Цинки» прекрасный роман, очень хорошо передающий, ну, какой-то прямо действительно нерв эпохи. Хотя очень маленький. Помимо этого, он оставил довольно важную, если мы говорим о Есенине, книжку воспоминаний Есенине «Роман без вранья». Точно. Который, правда, многие современники называли «Враньем без романа». Это, как мы уже выяснили, история многих. Юр, ты хотел что-то сказать? Я, как известный фэшн-критик и знаток стиля, я бы... Иконы стиля, я бы сказал. Да, я бы хотел сказать, что, конечно, по сравнению с поздним Маяковским, вот Маяковским, который начал выезжать за границу, всё остальное – это просто другой вопрос. Ну, хорошо, вы уже говорите, будем по буржуазную элегантность, знаете? А если говорить про буржуазность, например, серебряного века, голодных, ужасных времён, мы знаем, что Гумилёв очень выделялся своей манерой одеваться и носил свою доху, которую, по легенде, которую он рассказывал о Дойвцевой и другим поклонницам, ему подарил какой-то лорд в... Есть воспоминание о том, что у Майковского были абсолютно плохие гнилые зубы, их не доставало до революции, а после революции он вдруг поразил прекрасными зубами. В чём же секрет, что... И даже просто зубы ставило, разобогател. И даже зубы есть у меня. Хорошо, значит так, с Светаевой, мемуары Светаевой. С Лившицем тоже разобрались. И с Лившицем, и с Мариингуфом, и так далее. Переходим дальше. Но, между прочим, мемуары его жены... Мы не выпили за Майковского. Да. За Владимира Владимировича. И в тизер вставим. Варь, ну давай, ну за Майковского. Я не буду с такой формулировкой, за Майковского. Ну, за Майковского. За Владимира Владимировича. Майковского. За Майковского. Не вон. Владимир Владимировича. Лиз давайте. Хорошо. Так. Ну ладно. Есть замечательные мемуары жены, Лившица, которые называются фразой, я с мёртвыми не развожусь, потому что Лившиц был расстрелян, ей в виде, так сказать, особого какого-то благоволения, я сказал, что она может заново выйти замуж. Да, это та. Она сказала, что она не разводится с мёртвыми. И, кстати, называется мемуары, я с мёртвыми не развожусь. Это очень хорошие воспоминания. Понял. При этом, мне кажется, Лившиц, он стал каким-то идеальным рассказчиком об эпохе футуризма, потому что он был, как бы, немножко, опять же, вне этого всего. Он был не очень пристрастен. Да. И, мне кажется, он случайно довольно попал в эту компанию. Я Бурлику и... Он просто буквально увёз перед экзаменом и езжайте ко мне вот в эту деревню Чернянку, где я там устраиваю выставку «Бубновый валет». Да. Это ужасно, хоть пришло и хорошо написано. И Бурлику, мне кажется, как один из лучших вообще продюсеров начала века, потому что он максимально эффективно соединил людей, которые, на самом деле, при других обстоятельствах бы никак бы друг с другом не соединились. Ни Хлебников, ни Маяковцев. Мы мало говорим о культуртрейдерстве той эпохи, да. А, конечно, вот этот самый Борис Пронин, директор «Бродячей собаки». Да, «Бродячей собаки». Привет. Михаил Лозинский, который выходит, Михаил Лозинский, рукой лаская из Полинской своё журнальное дитя. Да, журнал «Гиперборея» имеется в виду, который выходил крайне нерегулярно. Это анекдот, опять-таки, из Иванова о том, как кто-то подходит к Лозинскому и говорит, что же у вас не выходит номер перед подписчиками неудобный. Лозинский говорит, да, вправду, но я им скажу. То есть весь круг этих подписчиков в числе и с прям пятидесями людьми и всем понятно, что можно... Вообще Лозинский один из самых симпатичных чуваков, лично для меня это стилосередно. Конечно, Ахматова говорила о чём-то невозможном. Это как если бы Лозинский совершил подлость. То есть, конечно, Лозинский... А кроме этого, у него был великий талант, потому что, как мы знаем, все эти люди ещё помимо своих великих стихов... Переводили? Нет, я имела в виду нет. Конечно, они и переводили, но они ещё писали шуточные стихи постоянно совместно. В них очень отличался Мандельштамм, как мы знаем его, например, античные глупости известные. Если такие живут на четвёртой рождественской люди, странник, молю, скажи, кто живёт на восьмой и прочее. Про 11 тысяч – самая замечательная история. Если ты... Надо найти... Это про Розу, я помню, но... Да, помню, что 21 мог я тебе задолжать. Нет, хорошо, я процитирую то, что я помню прямо целиком. А, это когда он пришёл получать какую-то еду, там женщины, которая... Да, которая говорила, что он задолжил 11 тысяч. И она так обожала все эти комплименты, которые ей отвешивали, и только... Она не еду, это была... По-моему, она была секретарём издательства «Роза». Она продавала еду. Это надо найти. Она еду продавала. Не будем это включать, потому что я помню, да, 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 я ей помню. Но... Про это многие писали. Но Лозинский, вот, например, это характерно с античными глупостями. Сейчас все античные глупости, которые собраны разными мемуаристами, потому что, конечно же, они никогда не публиковались, они приписываются Мандельштаму, который, действительно, многие их написали, их печатают в собрании Мандельштама. Но, например, очень... Я думаю, что самая известная античная глупость лезвия где-то была. Я спала в объятиях Морфея. Я лежала в объятиях Морфея. Женщина-то солгала, в них я покоился сам. А если я не ошибаюсь, разные мемуаристы приписывают этому Мандельштаму, то Лозинскому. И, без сомнения, все отмечают, что Лозинский в этом жанре вот экспромтов был лучшим, просто лучшим. Давайте за Лозинского. За Михаила Лозинского. Дай. Ой, светлую память. Значит, Елизавета, так как ваших всех героев мы обсудили, это были блог Мандельштам и Ходосевич, у меня есть две фамилии, про которых никто не назвал. Но я хочу вас тогда спросить об одном из этих людей. Почему и чтобы мы обсудили. Иннокентий Анинский. С Анинским очень сложная история. Ну, пожалуйста. Потому что Анинский публикует книгу «Тихие песни», по-моему, в 1904 году, надо посмотреть, да. Ну, то есть это время уже расцвета символизма. Зеленос. И эти стихи, да, это уже 900, и эти стихи, да, их никто не знал, потому что Анинский кем он был. Он был директором гимназии. В царском селе. В царском селе. И никто не представлял. Он был, ну, он был переводчик Еврипиды. Он был автором пьес. Но он же был важнейшей фигурой для них всех. Да, именно. Но они, именно как поэт, долгое время его не знали. «Тихие песни» публикуются под псевдонимом Ник Тедди Физо. То есть никто. Явно это отсылка, конечно, к Гомерою и к Одиссею. Да. И потом уже Кипарисовый Лорес под именем Анинского выходит посмертно. Он умирает внезапно от инфаркта буквально на ступенях. В царско-сельском. В царско-сельском. Да. И, конечно, Анинский, да, невероятно тонкий поэт, невероятно мучительный поэт. Он для них всех, оказывается, важнейшим открытием. При том, что уже блог, который его, да, который уже пишет, уже известен, он это рецензирует как поэта неизвестного, да, о нем пишет. Но, конечно, Анинский, ну, для Ахмасова… У меня самый любимый кусок в «Петербургских зимах», по-моему, в «Петербургских зимах», наверное, где они сидят в бродячей собаке и под конец вечера они все, как всегда, кричат, поехали смотреть на скамейку Иннокентия Анинского. И они заваливаются все в эту… Поедем в царское село. Да, в коляску в эту, в сане. И фигачат, значит, в этот самый. В царское село туда, значит… Коляски? К поезду можно? Ну, нет, ну бы ты сам в сане, это «Зимаш» была, по-моему, все-таки, нет? Не-не-не, было-было. Они сидели в санях и ехали туда в царское село смотреть на эту скамейку. Ребят, за Анинского, за Иннокентий Анинского. Давайте. Нет-нет-нет. Мы продолжаем наше заседание, посвященное столетию со дня завершения Серебряного века России. У нас осталось три поэта и один бонусом. Неизвестный вам пока поэт. Давайте с него и начнем. Слыхали, слыхали. Велимир Хлебников, которого назвал председатель земного шара Лев Аборин, выпускник РГГУ. Пожалуйста, Лев, почему вы Хлебникова троечку все-таки включили? Мне кажется, что просто не было более переворачивающего русский язык поэта в 20 веке, чем Хлебников. Собственно, в мемуарах Левшица, которые мы сегодня вспоминали, есть замечательное впечатление Левшица от первой встречи с Хлебниковым, где он рассказывает, что это был апокалиптический ужас от того, что с ним заговорил язык как таковой, довременный язык, по сравнению с которым, например, все эти милые виньетки словаря Даля показались просто каким-то мелким островком в океане до безумного словотворства. Это не Дырба-Чилл, это что-то более сложное. Дырба-Чилл – это ужасно интересная тема. Да, Крученых – это ужасно интересная история с этим стихотворением, в которой подвергалась куча трактовок и интерпретаций. Но Дырба-Чилл – это, в общем, практически единственное, что мы помним наизусть из Крученых. Это как бы мем, который остался… Абсолютно, да, это оправданный риск в этом случае, потому что человек создал стихотворение, о котором спорят и через сто лет после, и через сто десять лет после его… Как с Малевичем, как со многими другими предметами, если можно так сказать, классического авангарда, они до сих пор остаются в фокусе интерпретации критики, в том числе наивной критики. Да, с Хлебниковым не так. Но я не встречал людей, которые говорили бы, что это за ерунда. Крылышку и золотописьмом тончайших жил, да… Кузнечик в кузов. Да, кузов. Кузнечик в кузове, да, это замечательно. Ключайших много трав. Ивера, да. Пинь-пинь-пинь. И рафлого мяса. О лебедивого озари, это замечательно все. Да, или… Спасибо группе «Аукцион». Все, что угодно, да, любые тексты Хлебникова… Слушай, Лев, а есть у тебя какое-то ощущение, что этот потенциал как-то реализовался в современной поэзии Хлебникова? Хлебникова все боятся, да, Хлебникова очень мало пытаются реализовать. Ну, то есть, в каком-то смысле, Эрли и Хеленукты пытались продолжать эту историю, это неофициально ленинградские поэты 60-х, 70-х. Мне кажется, что из современных авторов покойный Виктор Иваниев, да, именно по напору, по тому… А интересно, сильно с Хлебниковым рядом-то поставить некого? Абсолютно, это фигура абсолютно одинокая. Есть воспоминания Чуковского о том, как Хлебников, по-моему, во время какого-то железнодорожного путешествия вдруг взял у него лист бумаги и написал, заявляю, что к так называемым футуристам я отныне не принадлежу, и замолчал снова. Да, конечно, Хлебников абсолютно. Очень живописны все эти картинки, когда он спал на этой же наволочке со стихами, которые, значит, он таскал за собой. Абсолютно. Присутствовал Петр Мехтурич, его ближайший друг и родственник, значит, который нарисовал тоже совершенно жуткий рисунок Хлебникова на смертном адре. И на могиле его, на Новодевичьем кладбище, лежит скифская баба. Юр, ты ставишь выше Разин Римлев Федорова или Жилет Свершин? Жилет Свершин, конечно. Аукциона, да. Я люблю Разин Римлев, потому что очень, я люблю, собственно, уструк Разина, как вот этот источник полиндромической поэзии, потому что Хлебников при всей вольности того, что он делал, он был потрясающий комбинаторик, именно математик в поэзии. Он замечательно занимался то, что называется комбинаторной поэзией, он составлял полиндром и высчитывал все это. И писал то свидание, которое Хлебников пытался осуществить с дамами, которые ему понравились на деньги Гумилева, и он пытался их очаровать бутербродами, которые он скупил просто все, которые были в... Бутерброды, да, но... Бутерброды, кстати, сейчас не помешали. Буквально на днях спрашивали меня опять в очередной раз кто-то, почему современная поэзия часто не в рифму. Да, и здесь мы, ну это понятный вопрос такой, да, но здесь мы, разумеется, сталкиваемся с тем, что наследие Хлебникова, который в огромной степени развил русский верлиборд, русский свободный стих, осталось абсолютно непрочитанным и неусвоенным. Да, а линия Маяковского, линия Асеева и линия футуризма, официально признанного в виде журнала «Лев», она полностью заслонила в большом таком подсознании то, что делал Хлебников. Что-то не могло тогда... Жилец вершин, мне кажется, вообще, может быть, вершина русского рока, ну то есть понятно, что вершина русского рока – это альбом «Птица», а жилец вершин, он выпрыгивает куда-то еще выше. Я помню презентацию альбома где-то в пабе на Камергерском переулке, где его представлял Стас Намин, он был издателем этой пластинки, и вот, ну, как бы, вальяжный Стас Намин рассказывает о том, какой вы сейчас услышите, значит, супер-хит, вот. И дальше запускают эту пластинку, и вся московская музыкальная пресса сидит вот с такими глазами. Что это вообще такое? Нет, это действительно... Нет, в каком-то смысле это кон гениальный, потому что они понимают, с чем они имеют дело, конечно. Вот, и если говорить о продолжателях Хлебникова, не продолжателях даже, но у меня почему-то очень, ну, такая неуловимая, но прочная связь между ним и Башлачевым. Хотя Башлачев гораздо более традиционный поэт, но вот какое-то возвращение к такой словесной архаике и попытка куда-то зарыться в какие-то древние корневые лексические пласты и как-то все по-новому соединить, не знаю, было ли это осознанно или случайно, но вот что-то там такое есть. За Хлебникова? Давайте. За Велимира. Институт председателей земного шара ведь существует до сих пор. Кто возглавляет? По-моему, Сергей Африка Бугаев один из председателей. Без комментариев. Юрий Геннадьевич, ваш третий герой Вячеслав Иванов, да, или Иванов, как правильно? Иванов, пожалуйста. Ну, я не случайно подчеркнул, что он для меня важен скорее как фигура, как персонаж, нежели как автор, потому что, ну, не знаю, будем ли мы говорить сейчас про поэзию Иванова, но это действительно человек, который соединил в себе всех и все, что было в это время, и, ну, как бы, башня, и дионисийство, и попытка как-то собрать заново и перепередумать всю мировую культуру, и эллинизм, и какие-то эротические сложные извивы, и, в конце концов, очень долгая жизнь, да, в 49-й год, как мы выяснили. А он где умер? В Риме, да, он умер в Риме, он жил в Италии. Да, интересно, что после революции он пытался выехать за границу, его не пустили, и он долгое время был профессором Бакинского университета. А как он выбрался в итоге? Ну, как ты выбрался? Не помню. Вот, на самом деле, помимо прочего, это действительно очень оригинальный мыслитель, и, наверное, из всего, из всей философии Серебряного века у Иванова, ну, как бы, самая счастливая судьба, потому что им очень много кто занимается на Западе, его очень высоко ценил Аверенцев и много про него писал. Книжка есть отдельная, да? Да, да, вот, и это все... Не шутки. Не шутки, да. Мне очень не хватает, вот, мы опять пытаемся все это перевести на язык современности, но мне очень не хватает какой-то биографии популярной или, может быть, даже сериала про Иванова, потому что, ну, вот его биографические приключения, какие-то там... Какие там главные повороты были? Этихистические эпифании, которые он переживает на кладбище, вот эти сновидения и видения, когда с ним разговаривает его умершая жена, ну, про историю их сложных семейных союзов, не знаю, стоит ли распространяться. Это называется как? Каким словом? Или нет? Нет специального термина. Есть? Цензура. Цензура. Семидизм. Я не думаю, что это цензура, я думаю, что это называется словосочетанием «хороший вкус». Я имею в виду, что, когда мы говорим о сериальном веке, то велик соблазн, именно потому, что эти люди занимаются нетворчеством, бесконечно разбирать, кто с кем спал, какие-нибудь сложные... Бродский говорил, что самое интересное, это сплетни и метафизика. Да. И вот в Иванове идеально соединяются сплетни и метафизика. И это верно. Из этого полностью состоит. Мне очень не хватает какого-то Андрея Зорина, который бы написал книжку про Иванова, соединяя вот эти его биографические сплетнические мотивы с тем, что он и о чем он писал. Юрий Геннадьевич, давайте сфиксируем. Значит, не хватает фильма про Вячеслава Иванова? Не хватает многих фильмов. Подождите, давайте книжки условного Зорина. Что вы с тем Зориным? Вот как с писаной торбой. Простите, пожалуйста. Вот Полка работает на Зорина. Все книжки Зорина Полка прям отдельно выделяет, я вам хочу сказать. Это наш кумир. Да. У нас нет автора. Не сотворите. У нас нет автора, который так бы прекрасно сделал, как Зорин. Что я могу сказать? Не продраться сквозь его книжки. Да ладно. Книжка о Толстом очень простая. Простите, вы читали последний герой? Толстой, последний герой. А появление героя, да. Это самый герой 18-го или 18-го? Появление героя, да. Появление героя. Появление героя новой. Но это не продраться. Ну что вы. Это не вероятная книжка. Это не вероятная книжка, которая именно описывает ситуацию такой же сложности, когда личные отношения, любовные отношения людей диктуются какой-то их концепцией, литературной концепцией. Да хоть бы сплетничку какую-то. Если вам хватит упорства, усидчивости, то, конечно же, вы извлечаете оттуда множество сплетен. Смотрите на нас, мы не искали сплетен, мы читали, мы изучали историю Серебряного века, литературную историю, но читая все эти мемуары, вы знаете, вы столько сплетен наруете, если захотите. Давайте про Вячеслава Иванова, дорогой наш зритель. В целом, давайте сразу скажем, что «На берегах Невы» Ирины Адоевцева почитать стоит для начала всем сразу вообще, потому что там очень... Ну давайте. Есть какой-то джентльменский набор мемуаров о Серебряном веке, которые, в принципе, для общего развития необходимы. И на берегах Невы. И, безусловно, конечно же, Адоевцева очень важный мемоист. По поводу фильмов и сериалов, мы в полке часто говорили о том, что нужен сериал про диск. Да, сериал про диск необходим абсолютно. Так, последний герой из вашего списка, Анна Андреевна Ахматова. Последняя. Это длинный разговор. Ну давайте как-то... Выпить за нее необходимо, безусловно. Сначала выпьем. Давайте что, Лев, что умная? Ну что, уже ничего тут не остается. Это называется профессиональная продюсерская работа. Человек почувствовал и сделал... Не профессиональная продюсерская работа. Просто, знаете, Ахматова — это такая огромная тема, что вы прям на мете. Я хочу сказать, что Анну Андреевну, я по-человечески очень ее люблю. Мы были у Мейлаха недавно. Вот. Ну вообще, она, конечно, человечище, надо сказать. Просто человечище. Вы не делали с Рейнным ничего? Рейн сейчас орет только на этих самых. Что ты, Рейн? Рейн орет. С Найманом? Ну, с Найманом. Не знаю. Что, не знаю, надо. Надо, надо, надо. Конечно же, надо с Найманом. А, Лупаша, что, не человек? Человек, ну почему? Ну, Найман-то, вот он здесь доступен. И Рейн, и Рейн, и Бог. Ну, Рейн, в Краиле сложно сейчас пробиться. Ну, Найманом надо, конечно. Ладно. Ну что, Зану Андреевну, может, стоя тогда? А? Обычно проверим, кто здесь настоящий почитатель. А, я просто люблю поддерживать людей. Давай, Зану Андреевну. Ну, ладно. Ахматова начинает как поэт, который, ну, в общем, говорит о собственных чувствах. Да, и говорит нечто такое, что… Да, это раскрепощение интимного опыта до этого неизвестного. Да, говорит нечто такое, что раньше не было сказано. Она это осознает при этом. Вообще говоря, в 21-м году мы это понимаем как никогда, потому что тема, такая общая тема обсуждений в 21-м году – это женская оптика. Слушайте, Ахматова сама прекрасно создает свой путь, да, всегда из реквиума. Показать бы тебе насмешницу и любимицу всех друзей, царская сельская веселая грешница, что случится с жизнью твоей, как трехсотая с передачей. А у вас какие любимые? Какие любимые? Ну, пожалуйста, извините. Так вот, и кажется, что в этом ее путь. А дальше она попадает в жернова истории. Да. И дальше она… Она как-то достойна их сопротивления. И она начинает писать хорошие стихи. Нет, она всегда пишет прекрасные стихи, но здесь она становится… Вы очень сейчас, очень… Так нельзя по отношению к… Как это можно назвать, к этим словам? И дальше она оказывается… Мы не святые. И дальше она оказывается большим трагическим поэтом, который говорит как бы за всех, который говорит за всю страну. Про это на самом деле говорил Маяковский, да, это довольно замечательная история. Маяковский любил цитировать Ахматова. Его… Серьезно? Да. Есть совершенно прекрасные воспоминания Лили Бриха под названием «Чужие стихи», которые полностью посвящены тому, чьи чужие стихи любил читать Маяковский. И Маяковский любил цитировать Ахматова в том числе. И когда его спрашивали бы и Ахматова, как это возможно, Маяковский говорил напрасно, вы думаете, что Ахматова – это такой хрупкий поэт. Стихи Ахматовой монолитны и выдержат давление любого голоса. Маяковский предчувствовал силу стихов Ахматовой, которые появятся в 40-е и 50-е годы. Да, он чувствовал потенциал этого голоса, который выдержит и не такой, разумеется. Я вот что-то говорю и понимаю, что это все недостаточно или не то, потому что мы злоупотребляем словом «великие», «величие», но к Ахматовой оно приложимо в самом прямом смысле. Это вот какая-то царственная стать. Это классическая ясность ума, ясность слуга и ясность мысли, которая не покидала ее никогда ни в каких ситуациях. Классическая ясность ума. Да, поздние Ахматова совершенно фантастические поэты. Мы знаем, что мы на весах и что совершается, и сейчас мужество пробило на наших часах, и мужество нас не покинет. Это лучшие стихи о войне. Да. Да. И мне кажется очень важным здесь, что, когда мы говорим про царственную стать, ее нельзя по своей воле изобразить в стихах, и для этого нужно иметь талант Ахматовой, но вообще говоря, это вопрос выбора. Это человек, который выбрал некоторый путь. И, конечно же, фигура Ахматовой нам ценна не только своими невероятными стихами, особенно поздними, но и тем, что она, как бы, вообще-то говоря, выбрала... Конечно, не с теми я, кто бросил землю на поругание ногам, конечно. Она брала какую-то роль. С самого начала она это говорит. Какую-то позу и абсолютно ее продерживалась. У вас какие любимые стручки Ахматовой, Лиз? Есть какие-нибудь, которые вспоминаете чаще всего? Ты видел ее дом в Комарово же, да? Здесь все меня переживет. И эти ветхие скворечные. Это же сарай. Будка! Это Будка. Это Будка. Там живет сейчас Валерий Попов. И в нем... Какой? Писатель которого? Который. Их два. Валерий Который, Доматовский. Евгений и Валерий есть. Евгений, это московский ваш, а Валерий наш питерский. Вот. И в нем тихо и незаметно живет царица, которая передает вот этот огонь куда-то к Бродскому и дальше, и дальше, и дальше. Вот это фантастическая история. Давайте сам, Андреевна. А может? А еще раз. Ну что, к финалу приближаемся. То, что Бродске называл поклониться тени, да, и в случае Ахматова это наиболее естественный жест. Ой, ребят. Ее очень сложно отделить от, ну как бы, Ахматова это и стихи, и Ахматова это и ее отношение к жизни, и ее афоризмы, и то, какой она предстает в записках Лидии Чуковской. Кстати... Главные мемория записки о Банне Чуковской, трехтомники о Банне Ахматовой и Лидии Чуковской. Ну и воспоминания Надежды Мандельштама об Ахматовой, конечно. Рема Герштейн тоже. Ну там, как ты знаешь, Леву, много возражений. И книга Теменчика Ахматова в 60-е годы замечательная у поздней Ахматовой. Я хочу все-таки пояснить, как зануда, что свои воспоминания об Ахматовой Надежде Яковлевне не показывала Ахматовой. Нет, ну это же была история о том, как ее притесняла семья ее последнего мужа Пунина. А за это Ахматова сказала, что Надежда Яковлевна не просто некрасивая женщина, а больше, чем некрасивая женщина. Но вообще Ябанне Андреевне тоже попоялся бы показывать, что угодно. Возможно, но там же была большая история. Я помню, как я с большим интересом прочитал в ее собрании сочинений, нововышедшем в издательстве «Леслак», как к ней пришел абсолютно человек-судец по фамилии Латманизов, который просто любил ее стихи. Он начал приходить к ней, рассказывать, расспрашивать. Она обычно к таким людям относилась, к недовериям, с недоверием, опасалась, что к ней приставлены какие-то шпики и соглядатые наушники. И постепенно видно, как она оттаивает в этих разговорах, и начинает с ним разговаривать по-человечески. И это очень такой ценный источник. Она рассказывает, в общем, незнакомому человеку, дает ему рукописи, дает ему какие-то... Но надо сказать, что это было, в принципе, уже принято в Серебряном веке. Они все просто звонили в дверь в боку. Мариата Шагинян, как дворник, сидит на тумбе. Мариата Шагинян рассказывает, как он приходит к Пастернаку, да, и говорит о том, что он принимает и рассказывает... Да, но раз мы говорим о традиции Серебряного века, то это была глубоко заложенная традиция. Что, одна фамилия, которую мы не называем? Пастернака вообще никто даже не упомянулся. Потому что это, опять-таки, очень важная фигура. Потому что он больше свою часть сделал после Серебряного века. Нет, Пастернак очень важная фигура именно в контексте Серебряного века, потому что он великолепной памятью обладал. Давайте с Борисом Леонидовичем просто без разговора хотя бы просто выпьем за него. Подождите, дайте-ка я вам на это... Но ведь это... Юр, какое у тебя любимое стихотворение Пастернака? Снег идет, снег идет. Знаешь, я почему-то вспомнил именно его, но мне кажется, что это уже... Это все три бьеза виновата. Это уже градус, да. У тебя какой любимый стихотворение Пастернака? Это вопрос с подвохом, простите? Нет, 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 вообще нет никаких сомнений. Рождественская звезда. Вот спроси меня, какой у меня любимый, я тебе точно скажу. Какой у тебя любимый стихотворение Пастернака? Во всем не хочется дойти, на самом деле. Рождественская звезда вообще выше нет ничего. Это фантастика. Не спи, не спи, работы, не прерывай труда. Не спи, Борис Дремоты, как летчик, как звезда. Не спи, не спи, художник, не предавайся сну. Ты в вечности заложник у времени в плену. Потайной герой. Потайной герой. Рассказывайте. Мне кажется, он какая-то такая скрытая, полускрытая. Потому что, конечно, вы о нем знаете. Полускрытая фигура. Егор Летов. Чрезвычайно важный для Серебряного века. И они все о нем говорили как о человеке незаслуженно забытом, неизвестном, на которого незаслуженно мало обращают внимание. Но все они его считали каким-то просто важнейшим поэтом этого времени. Это Василий Комаровский. Угу. Что думаете, Лёва? Очень хорошая книжка. Вышла несколько лет. Вот такая танина. Тому назад. В Кахметьев, по-моему, сделал. В Агитово. Да. Очень хорошая. Это граф. Василий... Или не граф. Он был из какой-то очень такой высокочтимой семьи. Он жил в царском селе. Он написал одну книжку стихов. Он страдал эпилепсией. И очень рано умер. Еще в десятые годы. И они его навещали. Они приходили, когда они приезжали... И очень многие путали стихи Комаровского с чьими-то другими. И Ахматовы, когда к ней приходили в шестидесятые, и говорили, а вот Комаровский. Они говорили, это не Комаровский. Они когда приехали на эту вот... Красивая будет такая полуточка. Когда они в петербургских зимах, вот когда мы вспоминаем, они садятся в эти сани и едут в царское село, чтобы посидеть на скамейке Накинтианинского. Они приходят в этот заснеженный Екатерининский парк и видят вдруг в темноте тень, которая сидит на этой скамейке. Они подходят к ней, а это сидит Василий Комаровский, который приглашает их зайти в дом. И они там греются, он читает им стихи. А через какое-то короткое время он заканчивает режим самоубийства. По-моему, застрелился или повесился. Он умер, это очень радует. А стихи у него... Помните эти строчки, которые я цитировал, очень любил цитировать Бродский? Бродский любил его очень как поэта. Или «Под самым потолком, где ангел замыкает фреску, рисую вечером тайком черноволосую Франческу». Не помните? Нет. Гениальные стихи. Это моя лепта в этот разговор. Ну хорош, но и гениальные. Василий Комаровский. Да гениальный, Валин. Гениальный. Ну гениальный стихий. Потому что вы споры на оценки. Да! За Василия Комаровского давайте. Мне кажется, эту горячность искренне нравится. Спасибо. У nasal отец. Без того, как виaren開иается от миллиона до вы petrolей. Конец. От tacитüber переулк объемник «ЗИ-7» auf «ЗИ-8» Корректор А.Толлер «ЗИ-8» Он знает. У нас есть его идея. От LinkedIn «ЗИ-8» Корректор А.Кinty» Его voix настроение «ЗИ-9» Корректор А.Кintyqu consultant Neeraruyim «ЗИ-9» Корректор А.Кintyqu sinful делкова «ЗИ-8». Он взкнилит ambulлах «ЗИ-8» ЗИ-8» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok